Красный Крест постоянно поддерживает семьи, которые переехали в наш город с юго-востока Украины. Некоторые за это время уезжали обратно, но потом возвращались снова. Благотворительная организация постоянно оказывает поддержку временно перемещенным лицам. Каждый месяц они получают здесь продуктовый набор и бытовую химию. Благотворителями выступают и сами севастопольцы. Как, например, в случае с этими сладкими подарками. Это конфеты, которые нам предоставили предприниматели города Севастополя. Это директор ООО «Экватор» Индила Владимир Иванович, потом Стригина Анна Григорьевна, директор ООО «Клеоненко» Сталинградский рынок. Ну и школа номер 57, которая участвует в акции. Ирина живет в Севастополе с семьей вот уже полтора года. У нее пять детей. Младший родился в нашем городе. Ее дом на Украине разрушен снарядом. Уже оформлены российские документы, жизнь постепенно налаживается. Не без помощи Красного Креста. Спасибо большое. Не обижают. Всегда помогают. И всегда большое-большое. Огромное спасибо. Работников Красного Креста. Девочки очень хорошие. Всегда, если вот, допустим, приходит паек или там подарки к Новому году. Всегда на все мероприятия предупреждают, чтобы приехали, получили. Спасибо. Очень большое спасибо. Очень просим жителей Севастополя, чтобы несли нам одежду. Потому что очень требуется много детской одежды, обуви, холодной. Людям постельное белье, посуду, игрушки для детей, коляски. Потому что многие временно перемещенные лица с Луганска, с Донецка, молодые женщины, беременные. Ну и нужна им помощь. Естественно, нам нужны подгузники детские. Номер два, три, четыре, пять. Потому что Международный Красный Крест нам не предоставляет. Сейчас на учете Российского Красного Креста в Севастополе зарегистрированы 3600 семей, которые переехали в наш город с юго-востока Украины. Это около 12 тысяч человек. Ирина Саркисова, Виталий Козловский, Стивенформбюро. Продолжение следует...